Здравствуйте! Процедура банкротства физического лица является достаточно сложной юридической процедурой и вокруг нее существует большое количество мифов и заблуждений. Мы подготовили два ролика, в которых расскажем вам 20 мифов о банкротстве. Это видео первое. Миф первый. Долг списывается сразу после признания банкротом. На первом судебном заседании суд признает гражданина банкротом и вводит одну из процедур, либо реструктуризацию задолженности или реализацию имущества. Если будет введена реструктуризация, долги объединят в один и должнику предоставят новый график платежей по нему. Долг списывается только после завершения процедуры реализации имущества. Статус банкрота не гарантирует избавление от кредитов. Если гражданина признали банкротом, а по итогу процедуры долг не списали, всегда есть возможность пойти в апелляцию, касацию или даже в Верховный суд. Миф второй. Должнику обязательно присутствовать на судебном заседании. Законом это не регламентировано. Личное присутствие должника в суде не является обязательным условием. Его интересы может представлять доверенное лицо. Юрист. Если в ходе дела будут выявлены признаки мошенничества, судья может требовать личную явку должника. Такие требования игнорировать нельзя. Миф третий. При банкротстве физического лица все сделки банкрота за последние три года отменят. Для защиты интересов кредиторов закон позволяет оспорить сделки должника банкрота, совершенный во вред всем кредиторам. Возможность оспорить сделки вовсе не означает, что сделки за три года будут оспорены. Оспорить и признать недействительными можно сделки, которые, первое, совершены в течение одного года до банкротства по цене ниже рыночной или безвозмездно. Второе, совершены в течение трех лет до банкротства. И вторая сторона сделки, близкий родственник или должник на момент совершения сделки отвечал признаком неплатежеспособности или недостаточности имущества. Кроме того, если в течение одного месяца, а в ряде случаев полугода, были совершены сделки с предпочтением одному из кредиторов, то таковые также могут быть оспорены. Например, если за две недели до банкротства вы полностью погасили ипотечный кредит, то этот платеж за ипотеку будет возвращен по справедливости, разделен между всеми кредиторами. Оспорены могут быть не только сделки купли-продажи имущества, дарения, но также брачный договор с разделом имущества и тому подобное. Миф четвертый. Никто никогда больше не даст кредит или заем. Закон не запрещает вам после банкротства обратиться в кредитную организацию с заявлением о предоставлении займа. Вам лишь необходимо сообщить банку о том, что вы прошли процедуру банкротства. Не существует никаких законодательных запретов на получение кредитов после банкротства. Да, и после оформления банкротства вы не сможете повторно стать банкротом в течение 5 лет после судебного банкротства или 10 лет после внесудебного банкротства через МФЦ. Поэтому банку в это время не стоит бояться, что вы повторно станете банкротом. Миф пятый. Кредитная история обнуляется. Банк вносит информацию в бюро кредитных историй по каждому кредиту. Регулярное систематическое нарушение условий кредитования имеет прямое отражение в кредитной истории. Поскольку ваши финансовые обязательства были досрочно прекращены по решению суда, то в базе будет видно, что кредит вы не погасили полностью. Записи в бюро кредитных историй хранятся 15 лет. Миф шестой. Все имущество в ходе процедуры банкротства будет описано и реализовано. Государство защищает права граждан и поэтому в статье 446 Гражданского процессуального кодекса приведен перечень имущества, которое не подлежит реализации в процедуре банкротства. Так, например, единственное жилье не отберут при банкротстве. Естественно, никто не будет у вас изымать предметы обихода и первой необходимости. У нас на канале есть видео, рассказывающие, какие вещи нельзя отнять у должника в ходе банкротства. Посмотрите его в плейлисте банкротства физических лиц. Как правило, если вы самостоятельно инициируете процедуру банкротства, то в этом случае речь пойдет только о реализации того имущества, которое требует обязательной регистрации в регистрирующих органах. Однако, если инициатором процедуры банкротства стал банк, то есть шанс, что многие вещи из вашей квартиры будут проданы для погашения долга. Но, если перед банкротством вы заручитесь поддержкой финансового управляющего, то этого можно будет избежать. Миф седьмой. За банкротство привлекут к уголовной ответственности. Если должник является добросовестным и не может больше выполнять свои финансовые обязательства по вполне объективным причинам, например, болезнь, снижение уровня дохода, наличие еждивенцев и тому подобное, то в этом случае ни о какой ответственности не может быть и речи. Миф восьмой. После прохождения процедуры никакие долги не списываются и у кредиторов есть множество уловок, как взыскать с должника имущество после завершения банкротства. Это не более чем миф, поскольку по решению суда должник освобождается от выполнения всех финансовых обязательств. С указанного момента кредитор не вправе предъявлять к вам требования о погашении задолженности, которая возникла до подачи заявления о признании вас банкротом. Миф девятый. После процедуры банкротства должник связан по рукам и ногам и не может больше пользоваться банковскими продуктами. После окончания процедуры банкротства исполнительные производства прекращаются, счета разблокируются. Бывший должник вновь вправе самостоятельно распоряжаться своими счетами и средствами, вносить и снимать наличные средства без угрозы списания в счет погашения старой задолженности. Миф десятый. Банкротство скажется на всех членах семьи. В законе предусмотрены ограничения непосредственно для гражданина, проходившего через процедуру банкротства, поэтому ее результаты никак не сказываются на близких родственников. Ни одно из предусмотренных законам ограничений не распространяется на членов семьи банкротов. Если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Наш сайт указан на экране, а ссылки на него размещены в описании и комментарии к этому видео. Обращайтесь к нам, мы поможем вам избавиться от всех долгов.